здравствуйте дорогие наши подписчики и все остальные зрители нашего канала христианство и мир сегодня снимаю этот видео в день страстного четверга попытаемся разобраться что это означает что вообще такое страстная неделя почему вообще страсти причем тут страсть чья страсть как это все связано также с пасхой вот эта неделя и сам праздник пасха и сама страстная неделя это пожалуй самое интенсивное время самое интенсивное время для православных христиан и я бы хотел поделиться с вами моими размышлениями насчет этого по поводу этого и используя мой опыт больше и более десятилетный опыт как православный гид в городе иерусалиме и также мои исторические и филологические знания то есть знание древних языков и так далее и тому подобного прежде чем начинать говорить по поводу страстной недели и так далее я бы хотел сперва разъяснить что вообще означает слово пасха тут я не говорю о смысл праздника пасха или какие-то богословские детали по поводу этого а вообще что за слово что за происхождение слова пасха дело в том что пасха это не древнегреческое слово и тем более не древノславянской даже не древнееврейское пасха это арамейское слово это арам есспы аромейские вид слова песо еврейское слово песо который имеет разное значение поскольку первый язык который был у первых христиан был аромейский то есть это был самый такой распространенный язык среди первых христианских общин, мы также и по-гречески, и по-русски, и по-румынски называем этот праздник Пасха. А тогда что это слово означает на библейском иврите, ведь оригинал не арамейский, не греческий? Что такое Песах? Дело в том, что на самом деле, хоть обычно принято говорить, что слово Песах означает переход, да, как переход израильского народа от рабства в Египте к свободе в земле обытованной, да, или от рабства к греху, к свободе, да, переход, но также это означает перепрыгнуть. Корни это слово вообще древние, аккадские, древние, вавилонские и, в принципе, под вопросом, так что, в принципе, слово Песах на ивритм может означать перепрыгнуть, также может означать Пасах, это как Песах, то есть это хромой. То есть человек, который хромает на одной ноге, он тоже называется Песах на иврите. Но это, конечно, не то, что слово Песах или Пасха означает. Получается, каждое слово надо смотреть как-то в своем контексте. Также слово Песах означает жертвоприношение, ведь когда существовал ветхий заветный храм, был Курбан, Песах, Курбан это жертвоприношение. Получается, Песах это также не только глагол, который означает перепрыгнуть, но это также существительное слово, которое означает жертвоприношение. А вот в новозаветном смысле все эти значения, они как-то связаны, да, они переходят в одно целое. Дело в том, что по-гречески слово Пасха в первых веках очень любили говорить, что это связано с понятием Пасхо. Пасхо по-гречески это глагол, который означает я страдаю, страдаю, то есть от слова страдание Христовых и поэтому Пасха называется Пасха от слова Пасхо по-древнегречески. Страсти по-древнегречески, да, Пасхэмата, это тоже связано этимологически с глаголом Пасхо, то есть я страдаю. Получается, люди думали, то есть некоторые греки, наверное, и до сих пор так думают, что слово Пасхо и Пасха, это связано со страстной неделей, который готовит нас к Пасхо, и Пасха это праздник, то есть который означает страдание Христовых. Ну, несмотря на то, что с точки зрения богословских, конечно, это верно, но с этимологической точки зрения слово Пасха и глагол Пасхо, то есть я страдаю, никаким образом не связан. Свидетельство о том, что в отличие от простой народ, то есть наши великие древнегреческие богословы прекрасно знали, что слово Пасха не связано с глаголом Пасхо, то есть я страдаю по-гречески, мы имеем от богослужебных текстов, где везде как бы говорится о том, что Пасха наша это переход от смерти к жизни, да, от рабства к свободе, то есть получается они хоть не владели древний иврит, но они прекрасно знали, что слово Пасха не слово связано с глаголом я страдаю, а именно с понятием переходить, я перехожу, я иду из одно состояние или из одно место в другое, да. То, что наши древние святые отцы прекрасно знали это значение, мы знаем из древнего творения святого Милетии, да, святой Милетий писал то, что можно сказать, самое древнее описание христианского Пасха, но также в каноне, в великом каноне, который писал Йоанн Дамаскин, все это также прекрасно описано, переход от смерти к жизни, вот от земли к небе. Вот наша прекрасная ирландская погода, то солнце и радуги, и то вдруг дождик. Так что я продолжаю объяснить о том, что такое Пасха. Дело в том, что в современном русском, но не только в русском, во всех европейских языках, когда человек говорит, что у него есть какая-то страсть или вот этот человек страстный, вот эта женщина страстная, то есть что означает страсть? Это обычно означает, что у этого человека очень много разных эмоций, что он очень активен в каком-то эмоциональном смысле, в том, что он бы хотел обладать много денег или обладать силой духовной или психической или телесной над другим человеком. Да, вот мужчина, который хочет заманывать женщины, женщина, который хочет тоже заманивать мужчины, но это тоже может быть даже родители, да, мать или отец, которые имеют не очень хорошую страсть, например, управлять жизнью своего ребенка, как бы вот, чтобы он какие-то прихоти, как бы вот для себя делал. Дело в том, что все это верно, однако в древнем значении, которое для нашего понимания тоже страстной недели очень важно, что такое страсти по-древнегречески, что такое вот это патсемата, да, вот страсти по-древнегречески или так, как понимают их святые отцы, это не что-то активное. Это не означает, что человек сильный. Вот он страстный, значит, он сильный. Нет. Это означает наоборот. Это означает, что он пассивный. Пассивный. Дело в том, что даже слово пассивность идет от слова пассио, пассио по-латынь, а вот пассио по-латынь как раз связано с глаголом греческим пасхо. Получается, то, что я пасхо, то, что я получаю пассивно, это то, что в принципе не связано с моим свободным волем. Это не я решаю, что мне хочется это или другое, я это делаю. Наоборот, это означает, что я вообще ничего не решаю, я пассивный. И благодаря каких-то сил обстоятельства или благодаря мое распоряжение, то есть психическое, может быть, благодаря наследству, может быть, благодаря даже архаичных каких-то генов, которые у меня есть, и эти гены во мне действуют даже вопреки моего воле, и они приходят ко мне и вот направляют мою жизнь, направляют мои эмоции, направляют меня в какую-то определенную сторону. И иногда человек даже чувствует, что он, в принципе, в этих страстях, он невиновен, то есть они к нему просто приходят как будто ниоткуда. И вот это то, что означает, в принципе, понятие страсти, это то, что они имеют в виду наши святые отцы, когда говорят о страстях. То есть они сами по себе не хороши и не плохи. Они просто приходят к тебе, и ты, в принципе, что ты должен делать? Ты должен их каким-то образом просто преодолевать. Не уничтожать, а преодолевать. То есть у каждого человека есть свои какие-то инстинкты. Инстинкты, которые связаны, может быть, с каким-то, как великие психологи, как Фрейд или Юнг, бы сказали, с какими-то детскими травмами. Страх перед тем, что ты не можешь решать, страх смерти, страх, чтобы тебя оставили одиноким, страх, чтобы, может быть, убили твоих близких, обижали твоих родителей или твоих детей. Но это что-то такое очень первобытное. И как раз этот первобытный страх приходит к нам, и иногда мы абсолютно невиновны в этом. Но какие мы решения предпринимаем от этих страстей, это другое дело. Даже, например, страсть, например, женщины, которые имеют страст к какому-то мужчину. Даже если она, например, замужная. Почему это иногда бывает? Потому что человек иногда чувствует, что вот это первобытное ощущение, мне нужен другой защитник. Этот защитник недостаточно хорош для меня. И с точки зрения первобытного человечества это абсолютно понятно. Также у мужчин, например, мужчины, которые ищут молодых девочек, женщины и так далее. Это не просто так какая-то страсть, разврат какой-то. Нет, это можно все это оправдывать. Это от древних архаических желаний продолжать род. Может быть, это моя жена, она уже была раньше способна, сейчас она уже не способна. Надо найти кто-то, который способен. То есть это вещи, которые, как говорят великие психологи, все в подсознании человека. И вот как раз вот эта область подсознания, это то, что мы обычно подавляем, и как бы мы не хотим признать, что это существует в нас. Это то, что наши монахи, аскеты, святые отцы, это то, что они поняли давно-давно до Фрейда, до Юнга, до всех остальных психологов. Они это прекрасно знали. Получается, вот эта патемата, это не то, что ты как бы творишь, создаешь. Это как бы часть твоего ДНК, которую ты уже получаешь от весь свой род, от всех своих предков и даже от полуживотных состояния человечества. А возникает вопрос тогда, что с этими страстями человек должен делать? Должен он их просто уничтожить или нет? А вот аскеты говорят, что надо как-то дать им так же, как волны, дать им пройти мимо. А дело в том, что эти страсти появляются не только в тех случаях, которые я вам дал пример. Это так же, как желание защищать свой род, желание защищать свой флаг, желание защищать свой город, свой храм, свою расу от других. Да все это можно понять, но эти страсти есть же ведь у всех людей, не только у нас. Почему мы должны считать, что только наше желание быть в безопасности или иметь продолжение рода и так далее, и так далее, деньги. Почему мы должны считать, что мы имеем больше права, чем других людей? Ну, с точки зрения какого-то племенного психологии, это все понятно. Но с точки зрения христианина, это непонятно. Поэтому наши великие духовные врачи, они говорят о том, что существует то, что называется апатия. Так же, как есть пасхемата, то есть или пасхо, да, вот страсти, есть безстрастность. Апатия у святых отцов, это не то же самое, что апатия. Вот человек такой апатный, вообще у него нету чувства, у него нету сочувствия, нет. Апатия, это означает, что ты преодолеваешь эти страсти, это не означает, что у тебя их нет. Ведь даже у святых угодников божьих есть иногда вот желание просто послать всех, как бы они, это к ним приходит. Если читать их житие, их труды, мы знаем, что у них тоже были разные состояния. Только они могли как-то тихо преодолеть вот эту бурю. Через молитву, через пост, через чтение Библии, через службы, но не через автоматическое посещение служб и автоматическое чтение молитв. Но вопрос такой, если человек действительно имеет вот эту апатия, да, это что означает, что у него нету сочувствия к другим людям, к людям, которые живут в миру, люди, которые имеют вот эти проблемы, ну вот я хочу машину, вот хочу вот эту красавицу, вот хочу, чтобы ребенок делал так или иначе. Я хочу, чтобы моя страна была лучше всех, чтобы она победила всех своих врагов. А как я должен относиться к, допустим, если человек, то есть не я, допустим, человек, который достиг вот этой апатии, как он должен относиться к людям, которые все-таки живут в этой суете. А вот дело в том, что тут есть еще другое прекрасное древнегреческое слово. Как человек приходит от апатия к симпатия. 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 Мы называем это симпатия, но это очень бедно, это очень мало, это очень мелко. Симпатия. Это как бы не просто, это сострадание. Сострадание. То есть он страдает вместе с людьми, которые действительно как-то имеют такую зависимость от этих чувств, от этих страстей. Они даже как бы не осознают настолько эти, я бы сказал, древние течения в их психике и в их тело даже, как бы тоже на уровне и духовной, и душевной, и биологической, настолько это их управляет, их жизнью. И он сочувствует симпатия. И вот мне кажется, что в наши дни истинные христиане, то есть, что такое истинные христиане? Это не идеальные люди, но это люди, которые имеют вот эту симпатия. Они могут сочувствовать разным людям, которые находятся в разных лагерях, которые являются представителями разных культур, разных религий. Это не означает, что ты должен уничтожить в себя свои собственные традиции. Но вот это желание увидеть врага не внутри, а снаружи, да, вот они, коллективный там, я не знаю, Запад или коллективный Восток, или коллективный такой-то, или какие-то новые нацисты, да вот смотри на нацист, который внутри себя, на диктатор, который живет в тебя и диктует тебя, что тебе делать, вот это то, что самое-самое главное. И то, что мне кажется, мало кто это делает сейчас. Вот, например, да, вот события, которые происходят сейчас в мире, вот показывают как раз полный провал, как бы, евангельских, евангельских заповедей. Достаточно читать Нагорную проповедь, человек не должен быть суперученый, человек не должен даже знать, что означает Пасху, или что означает Пасию, или что Пасха – это древний библейский иврит, или как бы арамейское слово. Нет, читать на любом языке Нагорную проповедь. И посмотрите, настолько мы далеко от этого. Вот одни возмущаются, что в Лавре находится, в Киево-Печерской Лавре находятся пророссийские агенты, да? Вот это пророссийские агенты, чтобы они не было, и так далее, и так далее. А вот с другой стороны, другие люди, которые говорят, вот эти нацисты отбирают от нас храм, будем все делать, чтобы как бы вот они... Да что это такое? Да даже если несправедливо тебя куда-то выгоняют, если ты христианин, ты скажешь, вот я себя буду копать в новые пещеры, и в этих новых пещерах буду молиться, и эти пещеры станут такой святыней, даже лучше, чем то, что было в Египте, или то, что было тысячи лет назад в Лавре. Что такое Лавра? Лавра это когда человек просто уходит от мира полностью, живет в пещерах, но живите в пещерах, что мало пещер в мире сейчас. Опять я не оправдываю то, что делает сейчас украинская власть, мне кажется, это неправильно, но с другой стороны, ответ не христианский, то есть неадекватный ни у кого. Мне кажется, что сейчас в обществах, во всех обществах, я сейчас не называю имена, в обществе и российское, и украинское, и западное, и английское, и американское, тоже есть какие-то несоответствия с какими-то вот азы христианства, даже азы человечества. Вот американские, американские христиане, они поддерживают Трампа, человек, который блудник, человек, который вот к христианству вообще никакого отношения не имеет. Но они считают, что он против геев, хоть он не против геев, что он за традиционных ценностей, опять, традиционные ценности для настоящего христианина не являются ценностями, потому что у всех бывают разные традиционные ценности. Да? Как мы уже говорили, вот я хочу, чтобы у меня была там жена, дети и так далее, а для этого я буду убивать других людей. Это традиционные ценности. Опять как бы все вырывают из контекста пророчества пророка Исаия, где говорится «с нами Бог». «С нами Бог» – это вообще не молитва, чтобы для воинов или и так далее. Наоборот, пророк Исаия, когда говорил вот эти слова «с нами Бог», он наоборот до этого сказал то, что я бы называл самое, что есть, самое, что есть антипатриотическое пророчество, которое только что может быть. Ведь он наоборот сказал царям израильским, что скоро придет Ассирийская империя, и эта Ассирийская империя просто завоюет весь Израиль, и Израиль будет в плену, но мы не будем бояться, потому что несмотря на то, что Израиль будет уничтожен, с нами Бог. То есть получается пророчество и молитва «с нами Бог» – это не «мы будем вас всех убивать, потому что с нами Бог», это наоборот. Мы знаем, что вот любая земная родина, любая земная страна – временная. И мы не боимся, даже если она исчезнет. Почему? Потому что с нами Бог. И вот для меня, как человек, родившийся в Иерусалиме, как человек, который именно хорошо знает свои юдейские корны, человек, который перешел из юдаизма в христианство, безумно обидно видеть, как христиане по всему миру, тут я говорю и про англичан, и про ирландцев, про русских, про поляков, про немцев, про всех, как христиане повторяют те же самые ошибки, что повторяли вот в Ветхом Завете. На самом деле библейская история – это история о том, когда Бог избрал народы и так далее, но это о том, как идея избранности провалилась, провалилась притом сразу с начала. То есть как только Моисей вывал народа израильского из Египта и дал им закон, что они делали? Сотворили кумира, кумир, то есть этот золотой телец. И вот дальше Давид был помазан на царство. Великий Давид, да, вот Машиях, название Машиях идет из помазанника Божия, помазанник Божий, царь Давид, великий Давид, великий Давид, который одновременно и великий грешник, и который после правления его сына Соломона уже все, не было уже вот этого вот великого Израиля, после этого, если читать книгу царств, были одни грешники цари. И вот в последние времена, во времена Римской империи, приходит Христос, и его, в принципе, кроме очень маленькой части, как бы, вот его учеников, никто его не признает. И вот попытка создать вот такой новый избранный народ, новый Израиль тоже провалился, потому что нету коллективного спасения, каждый человек спасается отдельно. Не может целый народ быть святым. В Библии была такая попытка. И вот если вы будете Библию читать, вы увидите, что эта попытка была, увы, неудачная. И вот, находясь здесь, в Ирландии, действительно, это заставляет очень много задумываться о том, как празднуют каждый год тоже вот эту вот святую неделю, страстную неделю в Иерусалиме. Я же, как уже сказал, имею уже многолетный опыт, работая с паломниками, обычно в эти дни страстной недели я всегда был с группами, с многочисленными людьми из разных стран постсоветского пространства, и иногда тоже из запада, среди англоязычных и так далее. Вот тоже, что на самом деле происходит, кроме вот этой веселой кадры людей, которые получают благодатный огонь и так далее, и так далее. Вот смотрите, часто праздник Пасха совпадает также с еврейскими праздниками тоже, с еврейским Песах. Не всегда, но как бы эти недели иногда совпадают. И вот каждая община, которая находится в Иерусалиме, в старом городе, пытается доказать, что Иерусалим принадлежит ей. Иерусалим наш, Иерушалим шелану. Это делают и арабы, и евреи, и даже паломники, то есть христиане, которые иногда просто эти крестные ходы, это более как попытка показать, что вот это наш город тоже. Естественно, тут еще и на уровне государства все это тоже замешано, потому что, как вы все знаете, то есть на благодатный огонь не все попадают. И почему не попадают? Не потому что места мало и так далее, а потому что израильская власть боится показать, что вот Иерусалим не чистый еврейский город. Вдруг наличие очень много паломников из разных стран, из Румынии, из Грузии, из Молдавии, из России, из Украины тоже. То есть это как бы им нарушает их нарратив, их история о том, что город только еврейский. И поэтому пытается ограничить количество людей, которые посещают гроб Господень. И тут люди наоборот. Нет, мы сделаем все, что возможно для того, чтобы быть там, для того, чтобы получить места. Иногда ведут себя безобразно люди для того, чтобы идут на обман даже, как бы вот просто для того, чтобы их пустили в храм, для того, чтобы вот этот огонь получить. То есть получается, тут, несмотря на то, что должно быть собрание благочестивых, как бы людей, часто то, что бывает там, это вот, это хуже, чем бардак. Это просто преступность. Да? И тут я не говорю тоже о том, что часто бывают распри внутри храма гроба Господня, между армянами, греками, греки, русские. То есть каждый хочет доказать, что гроб Господень – это его, что благодать его. Чудо бывает только у нас, а у других это не чудо, это все обман, они все в прелести и так далее, и так далее. А католики, ну они вообще еретики. И вот если мы говорим сейчас о католиках, вот действительно интересно тот же история Пасха и вообще Страстная неделя в Ирландии. Католики отпраздновали Пасху неделю назад, как бы как раз до нас. И в Ирландии всегда это очень-очень большое событие, не только по религиозным причинам, но еще и по политическим. Потому что в 1916 года было великое ирландское националистическое пасхальное восстание. Да-да, это называется пасхальное восстание. В дни Пасхи было восстание против англичан. Так что вот еще и это значение конфликта добавляется вот в праздник, который вообще имеет совсем другой смысл. Ну, об этом мы уже делали также передачу. Сделаем еще передачу. Если вам понравился вот этот выпуск, можете поставить лайк. Желаю вам всем тоже встретить вот этот праздник действительно с чистым сердцем, вот с чистым сердцем действительно. Вот. И как в каноне говорят, также веселыми ногами. Вот. И будем все скакать действительно, как царь Давида, от радости, что действительно Христос дал нам возможность преодолеть наши страсти, преодолеть наше наследство, преодолеть наш род, преодолеть даже наше, как бы вот, наш пол, да, вот то, что навязано нами через наши биологии, через наши генетики, чтобы мы могли, не отрицая себя, при этом преобразить наши страсти в опозу, и чтобы мы немножко задумались, когда мы кричим «С нами Бог», или когда мы поздравляем друг друга Христос, Воскресе, что мы действительно означаем? Мы, это какой-то древний племенной крик, или действительно, это слова истинного христианина, который действительно старается быть христоподобным? Всего вам хорошего, с светлым Пасхой, и вот постараемся тоже выходить как можно чаще. Субтитры создавал DimaTorzok